Первым об отходе российских войск миру сообщил заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стримаусов. Сделал он это даже по российским меркам достаточно оригинальным способом. Он умер. Кирилла, к сожалению, уже не вернули. Точнее, погиб. Погиб в ДТП именно сегодня, как так совпало? А если совсем точно, то был убит сотрудниками российских спецслужб по приказу высшего военно-политического руководства. За что был сразу же, посмертно награжден орденом, внимание, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Ведь если ты служишь Российской Федерации, в ДТП можно погибнуть исключительно мужественно и только при исполнении долга. Не нужно об этом забывать. Стремиться к мировому господству. Так или иначе, вот эта скорость, с которой Россия избавилась от своего верного и эксцентричного слуги, моментально наградила его и сразу же сообщила все детали о грядущих похоронах. Вот эта спешка свидетельствовала о том, что сейчас что-то начнется. Ну сейчас начнется! Как мы знаем по взрывам жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, по Норд-Осту, по Беслану, в любой непонятной ситуации маньяк Путин убивает. Убивает, просто чтобы массы думали об этом, а не думали о том, о чем не нужно. И действительно, началось. Почти сразу после новостей о стрима Усове, двое других козлов отпущения Шойгу и Суровикин были вынуждены под камеры разыгрывать театральную сценку на военную тематику. Вашему вниманию предлагается работа актеров Центрального академического театра Российской армии, заслуженного артиста России Сергея Суровикина и народного артиста России Сергея Шойгу. Миниатюра под названием «Как обстоят дела». Сергей Владимирович, ранее вы докладывали о ситуации, которая складывается на Херсонском направлении. Здесь оборона устойчивая, но есть свои особенности. Как обстоят дела сейчас? Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самые главные жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск. Сергей Владимирович, согласен с Вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Они имеют в виду, что если бы жизнь и здоровье российских солдат для командования не являлось приоритетом, то трупов могло бы быть не 80 тысяч, а, скажем, полмиллиона. Ну, например, военным могли бы не выдать шлемы 1941 года или аптечки 1939-го. Вместо камуфляжной формы их могли бы одеть в яркие разноцветные кофты, которые светятся в темноте. Ну так, по приколу. В конце концов, российским военным могли бы не сказать, в какой стороне враг, а где свои. Хотя, судя по всему, некоторым подразделениям как раз не сказали. Короче, вы поняли, больше всего на свете российское руководство интересует жизни и здоровье российских солдат. Но самое интересное, это даже не тот бред, который из себя выдавили две эти ряженые жабы, а то, как на него отреагировали штатные кремлевские пропагандисты. Для начала давайте разберем реакцию так называемых военкоров, то есть тех пропагандистов, которые находятся недалеко от фронта и видят все своими глазами. За рекой останутся довольно крупные силы врага, при этом они будут скованы. Им придется без дела держать воинские соединения, когда их можно было бы использовать на других направлениях. При этом мы на этом направлении, ту часть боеспособных подразделений, закаленных в боях в Ферсоне, можем перекинуть на Донецкое направление, где сейчас идут наступательные действия для того, чтобы наконец закончить освобождение ДНР и далее проводить операцию по выбиванию врага с исконно русской земли. Так называемый военкор Андрей Руденко. То есть на самом деле бегство из Херсона – это отвлекающий маневр. Андрей Руденко по большому секрету рассказал это российской аудитории, а мы с вами случайно подслушали. Ну ничего. Главное, что об этом точно не узнают ВСУ. Мы же им не расскажем. Российских граждан эвакуировали, госаппарат выявили. Сложнейшая логистическая задача решена штабом командующего СВО на хорошем уровне. Победу создают не только популярными и простыми решениями, но и наступая на горло гордыне. Пропагандистский проект так называемого военкора Семена Пегова. А, оказывается, бегство из Херсона – это победа. Да вообще, если так посмотреть, вся эта война была и развязана с целью избавиться от собственной гордыни. В таком случае, безусловно, дегардонизация идет по плану. Ну что ж, а теперь переходим к пропагандистскому гарниру. Послушайте, чем стошнила главную боброедку России Маргариту Симоньян прямо в ее телеграм-канале. Я точно знаю, что никому это решение не было легко. Ни тем, кто его принимал, ни нам, кто понимал, что так будет, и все равно молился, чтобы так не было. То есть, все это время вы знали, как будет, но вместо того, чтобы это предотвратить, вы молились? Боюсь спросить, кому? Какие священники, такие и прихожане. Двигаемся дальше. Ольга Скобеева и ее эпохальное, историческое выступление на шоу «60 минут». Просто стал, что называется, ребром, кто кого. Сразу скажу, времена непростые, все все понимают, времена тяжелые. Из-за Херсона переживаем. Решение принято, решение сложное. Как можно произнести подряд восемь совершенно не связанных между собой предложений в одной и той же интонации? Честно говоря, я специально несколько раз пересмотрел этот фрагмент, чтобы убедиться, что это не монтаж. Сразу скажу, времена непростые, все все понимают, времена тяжелые. Из-за Херсона переживаем? Нет. Оригинал. Просто Скобеева поломалась. Ну ничего. В России такие поломки легко чинятся. Один-два дня в пыточной ФСБ, и пропагандистка будет как новенькая. Ну а что ж, Соловьев. Что же этот владыка двух телепередач и одного целого телеканала? Что же главный боярин российского телевидения? Не мог же он сломаться? Пригорюнился. Поэтому я вам скажу так. То, что сделал Суровикин... Неужто вельможа сейчас будет гневаться на воеводу? Это, наверное, человеческий подвиг. Это, наверное, человеческий подвиг. Взять на себя ответственность за ошибки, которые совершил не он. Да ладно. Какие ошибки? Не было никаких ошибок у тебя в эфирах еще неделю назад. Мы же все видели. Или ты имеешь в виду... Ты имеешь в виду, что виновата та мразь, которая начала эту войну? А также те зажравшиеся нефтедолларами рабы, которые это поддержали. В том числе и своим молчанием. Необходимо нам осознать, что нужна другая армия. Под термином «другая» я имею в виду «большая по размеру». Теперь все ясно. Виноваты мобилизованные. Их слишком мало. Ты посмотри на них. Ближайшие несколько недель. Триста с лишним тысяч уже будут в строю, не так восемьдесят тысяч, как сейчас. Восемьдесят тысяч мобилизованных предателей. Как вы могли не остановить пару-тройку оставшихся националистических батальонишек? Я считаю, что лучше заранее продумать. Несмотря на все политические риски, понадобятся или нет. Еще. Еще. Еще пару-тройку сотен тысяч солдат, чьи жизни и здоровье будут главным приоритетом Шойгу и Суровикина. Класс. И сейчас дать возможность людям уже проходить военную подготовку на случай, если их помощь понадобится. Еще раз. Чтобы вы вдруг ничего не перепутали. Принудительная мобилизация – это возможность. Возможность пройти подготовку. А почти стопроцентная гибель на фронте – это помощь. Чисто по-братски. Теперь я понимаю, почему некоторые школьные учителя задают детям вопрос, а если тебе кто-то скажет с девятого этажа прыгнуть, ты прыгнешь? На самом деле, это не призыв быть мудрым, ответственным, не слушать посторонних людей и брать на себя ответственность. Нет. Оказывается, это не риторический вопрос с подвохом от учителей. В российских школах это собеседование в армию. И, к сожалению, как видим, многие его проходят. Все. Игрушки закончились. Вы все военные. Ну что ж, будем считать, что Соловьев вроде как формально выкрутился. Но вот уровень доверия к его помету среди расистских масс вряд ли останется на прежнем уровне. Нет сомнений, что бегство из Херсона – это страшный удар не только по Путину, но и по российской армии и пропагандистам. Украина 24 на 7. Первый аналитический ютуб-канал Краины. 24 часа на день, 7 дней на неделю. Мы анализуем, что происходит на самом деле и какие это мастерства для нас и с вами. Всего дня большие стримы, фаховые эксперты и наиболее аналитика. Шукайте на ютубе «Украина 24 на 7» и подписывайтесь, чтобы понимать.